Всем привет, ребят! Вы находитесь на канале Android and Windows с полезной советой. И сегодня я вам расскажу, какую очень важную настройку нужно включить в ГРИ. Итак, ребят, кажется, вот так на самом деле что-то может быть. Опять же, такие разработчики молодцы. Они поместили там настройки, которые позволяют сделать ваши фото более конфиденциальными, более защищенными, чтобы они не предоставляли доступ различным соцсетям, различным сетям типа ИИ и так далее. Но, естественно, они по умолчанию выключены. Ну, все как обычно, ребят. И сейчас я вам покажу, как все это дело включить, зачем, почему, ну, в общем, поехали, ребят. Итак, для начала вам требуется зайти в вашу галерею, далее нажать сверху вот тут вот на три точки и нажать настройки. Смотрите, тут мы попадаем в довольно-таки интересное меню. Тут много чего есть, но сейчас мы с вами будем говорить именно о важных настройках безопасности и конфиденциальности. И в чем же они заключаются? Смотрите, заходим сюда. Безопасный доступ. Параметры безопасности общего доступа к объектам, которыми вы делитесь из галереи и проводника. Ну, ребят, что это означает? То есть, смотрите, по умолчанию не делиться информацией о месте. Удалять данное местоположение из фото, которыми вы делитесь. По умолчанию не делиться метаданными, модель устройства, метаданные и так далее. То есть, другими словами, когда эти настройки у вас отключены. Все фото, которые вы делаете, ну, естественно, телефон, в них автоматически прописывает свою модель и так далее. Ну, в общем, метаданные определенные. Плюс прописывает местоположение, ну и так далее, еще там некоторые вещи. Смотрите, в чем класс этой настройки. Ну, она как бы есть. Когда вы отправляете, вот обязательно включите два этих пункта. Вот этот вот и вот этот. Первое. По умолчанию не делиться информацией о месте положения. То есть, смотрите, все фотки, которые будут отправляться. К примеру, например, как у меня вот, да, фотки выхружаются в Google фото. Ну, у вас в любое другое, там, в Яндекс фото, там, и так далее. Google и там тот же Яндекс, они берут информацию о местоположении, где это вы делали. И потом вам эти фотки подпихают. Соответственно, анализируют, где вы бываете, что вам нравится. Строят потом карты на основе этого. Карты ваших передвижений и так далее. Ну, как бы понятно, все это делается для нас. Но все мы прекрасно понимаем, в какой век мы живем. Ну, и в большей степени это делается не только для нас, но и для маркетологов, чтобы они знали, как лучше вам преподать рекламу в очередной раз и так далее, и продать какой-либо продукт. И смотрите, второе, то есть второе фото будет отправляться. Также с него будут удаляться данные о модели устройства и другие метаданные, которые туда ваш смартфон прописывает. То есть, получается, фотка, можно сказать, знаете, будет отправляться безликая в плане информации о том, где она была сделана. Ну, информация не визуальная, конечно. Так фото будет отправляться, его видно, будет все нормально, полноценно. А информация техническая. То есть, с файла нельзя будет вытащить, на какой смартфон снимали, там где, время и так далее, и тому подобное. Ну, то есть, вы в очередной раз себя обезопасиваете. То есть, вы делаете свои личные данные более безопасными, более защищенные. Потому что мало ли кто и как их использует. Все мы прекрасно знаем, что мошенничество сейчас, к сожалению, процветает, и мошенники довольно-таки изобретательные. И лишний раз какой-то повод или какую-либо важную информацию, а это важная информация, непосредственно, какая у вас модель смартфона, это довольно-таки важно, ребят, поверьте, вот. Не нужно давать ни им, ни другим каким-то большим компаниям. Есть эти крутые настройки и функции, включите их обязательно, и чтобы вот они у вас были, вот, безопасный доступ, чтобы они у вас были включены. Кстати, напишите в комментариях, знали вы про них или нет, пользовались вы ими уже или нет, и работают они у вас на вашем смартфоне или нет. Ну, я имею в виду, то есть, вы их использовали. Вот. Также не забывайте, у нас есть группа ВКонтакте, ссылка на нее в описании под видео, там вы можете задавать нам свои вопросы. Ну, и, ребят, в целом хочу сказать, что тенденция, конечно, идет уже, я вот заметил, об улучшении андроида. Он становится значительно лучше в плане того, что разработчики начинают заботиться о нас, и многие настройки предоставляют нам. То есть, видите, они даже сейчас не спрятаны где-то там в каких-то там настройках для разработчика, а находятся в обычных настройках галереи. Просто их нужно найти и включить. Ну, не понимаю, почему по умолчанию они не включены. Ну, я думаю, это такая небольшая хитрость, мол, настройки есть, а там уже сам разбирайся. Хотя вот настройки, которые нам не нужны, они по умолчанию включают. Ну, как я уже и сказал, это вопрос такой, в принципе, понятный, почему разработчики так делают, поэтому, думаю, рассужать не стоит. Не забывайте нажать на палец вверх и на колокольчик, чтобы не пропустить новые важные видео по настройке своего гаджета. Увидимся в следующих видео.